Всем привет! Сегодня довольно хороший день и сегодня мы прогуляемся с вами к одному из самых красивых мест Куркутели. Даже сказать, что это красивое, оно было бы слово неоднозначное, лучше сказать более живописное. И мы вместе с вами пройдемся и посмотрим на окрестности города Куркутели, какие дома стоят здесь и какая дорога ведет в сторону гор. Кстати говоря, я нахожусь рядом с водным каналом, который мы прозвали Маленькая Венеция. Здесь стоят небольшие лодочки или же можно их назвать гондолы, по которым люди плавают вдоль всего канала. В этом канале у нас выйдет отдельное видео на нашем канале, но после этой небольшой тавтологии давайте же пройдемся в сторону гор. Некоторую часть пути наш будет занимать велосипедная дорожка. Велосипедная дорожка идет вдоль всего водного канала и она проходит через большую часть города. Кстати говоря, это место как раз является тем местом, откуда и берет свое начало. Этот водный канал и где начинается как раз так называемая Маленькая Венеция. Другая часть нашего пути будет пролегать по вот такому тротуару, который идет через большую часть города в сторону гор. А справа от нас идет канал. Он идет к тому же каналу, что мы уже видели, но у него немного другое предназначение. Он предназначен для сброса воды с гор. Там есть небольшое озеро, к которому мы продвигаемся. Оно называется Дамба-Куркутылии. Весной сходит вода с гор в это озеро и оно переполняется. И из-за того, что оно переполняется, есть специальный канал, по которому идет вода в горы, чтобы никуда в другую сторону не уходила вода и не подтопляла местное население Куркутылии. Субтитры создавал DimaTorzok В целом прогулка по городу или же прогулка в сторону гор довольно приятная. Помимо того, что ты идешь по тротуару, так еще и вдоль тротуара усажены деревья, что создают дополнительную тень и из-за этого идти более комфортно. К тому же, этот город находится чуть выше в горах от Анталии, и поэтому здесь температура примерно на 10 градусов ниже, чем в городе. Если в городе будет 30 градусов, допустим, утром, то здесь утром плюс 20. И это значительная разница спать, намного приятней. К тому же, если вдруг вы устали идти в сторону гор или просто прогуливаться, есть вот такие специальные места с крышей, где можно укрыться от солнца и посидеть, отдохнуть и насладиться природой. Как вы могли заметить, ранее вдоль канала идут вот такие места. Такие мостики для пешеходов. По ним можно пересечь с одной стороны этот канал на другую. Это довольно удобно, так как длина канала довольно высокая. Он идет практически через весь город. Часть его пустая, а часть наполнена водой. И в целом, с помощью этих мостиков довольно удобно пересекать канал с одной стороны на другую. Удобно пересекать. Канал с одной стороны начинает. Также по пути в горы можно встретить одну из достопримечательностей города Кыркутыли. Это платановое дерево. Оно многовековое дерево. И в его описании написано, что это дерево находится под защитой администрации города. Это так, как это дерево очень старое. И оно многое значит для города. Возможно, камера не передаст, но это дерево очень высокое, а ствол его очень толст и массивен. А это, собственно говоря, сам указ, в котором написано, что это платановое дерево находится под защитой администрации города. Мы уже приближаемся к выходу из города. И первое, что нам на это указывает, это стали более отчетливо видны горы. Нам уже не так много осталось, и скоро мы подойдем ближе к ним. Идти стало еще более комфортно, так как ширина тротуара, по которому мы идем, увеличилась. Продолжение следует... Ну и по пути в горы нам встретился куст, где растет алыча или же желтая слива. Ну и как же пройти мимо и не попробовать эту сливу? Пойдемте посмотрим, какая она на вкус и спелая ли она. Ягода еще пока не доспела. Лучше вернуться к ней попозже, тогда она наберет свой вкус и свою мякоть и сочность. Пойдемте дальше в горы. В целом весь путь у нас состоит из разных кустов с множеством плодами. Например, здесь у нас идет вишня. Пойдемте попробуем ее спелость и вкус. Вишня здесь спелая, даже сладковатая. Хоть обычная вишня и кислая на любитель, но здесь она, видимо, хорошо созрела. И здесь она вкусная и сладкая. Но мы вернемся сюда позже и уже не под камеру, проведем более конкретную пробу. Ну а сейчас мы идем дальше. И мы уже подходим все ближе и ближе к подножию горы. Нам осталось не так уж и много и мы будем уже на месте. А пока мы шли, увидели вот такой вот свадебный салон, где отмечаются свадьбы. Продолжение следует... А вот так выглядит основание дамбы, откуда происходит сброс излишней воды, которая потом попадает в канал, который мы уже вместе с вами видели. И она проходит через весь город Куркутыли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но сейчас это, по идее, было когда-то достопримечательностью, которая закрылась на ремонт. И как написано в отзывах об этом месте, неизвестно, когда оно откроется. Над дверьми этого здания написана надпись, кажется, на арабском языке. Возможно, кто-то, если знает арабский, сможет ее прочитать и сказать, что там написано. Давайте же подойдем и посмотрим на него более внимательно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Довольно легко можно догадаться, что это очень старое здание, и у него огромные двери. А двери ведут в какое-то довольно просторное помещение с открытой крышей. Но, к сожалению, там висит на дверях замок, и мы не сможем попасть туда, чтобы посмотреть, что это такое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а у нас осталось еще примерно чуть больше километра пути вверх в горы, и мы будем уже на месте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, самая сложная часть позади. Нам осталось лишь пройти через эту арку и пройти совсем немного, и мы увидим с вами озеро. Ну что, пойдемте, мы так долго к этому шли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы прошли совсем немного, вон видно арку, и сейчас мы уже практически подошли вплотную к озеру. И нам осталось пройти еще немного, и мы подойдем к самому красивому и открывающимся самыми красивыми видами месту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как я и говорил в начале этого видео, вот мы и подошли к красивым, или же можно сказать по-другому, живописным видам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот оно, то самое живописное место. Здесь мы можем видеть озеро или же водохранилище, вокруг которого расположен горный массив. Посередине этого, посреди этого озера можно увидеть место, где разводят рыбу. И нам сегодня повезло с погодой. Сегодня несколько облачно, и солнышко прикрывается, и из-за этого она не засвечивает камеру, и мы можем все увидеть довольно отчетливо и ясно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это вершина как раз дамбы, которую мы показывали. Когда переливается вода, она как раз стекает по этой дамбе. Когда с гор сильно она сходит в это озеро, озеро переполняется и стекает по склону дамбы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А за моей спиной как раз открывается еще один живописный вид, но уже вид на голый круг отелей. Пойдемте, пройдемте и посмотрим на него вместе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот так выглядит город Каркатели с высоты. В городе можно увидеть большое количество разнообразной зелени, и сбоку, а именно слева от города, есть большое количество разных полей. Также в городе можно увидеть минореты мечетей, из которых в определенное время произносятся молитвы. Ну а нам осталось совсем немного. Сейчас мы спустимся к озеру и посмотрим на него более подробно, насколько там чистая вода, и даже потрогаем воду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот так это выглядит. Озеро, когда к нему подойдешь ближе. Оно не совсем чистое, как, например, море на пляжах Анталии. И давайте же потрогаем воду, насколько она здесь теплая. Озеро небольшое, наверное, оно прогрелось. По ощущениям, вода здесь примерно майского уровня. Купаться здесь будет не очень комфортно, но вода скорее на любителя. Ну, в целом, вот мы и осмотрели озеро в горах, так называемое озеро в горах, и отличные, прекрасные, красивые виды, открывающиеся с высоты. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. В следующих наших роликах мы вам покажем канал Каркутели и так называемую маленькую Венецию. Я думаю, вы будете приятно удивлены. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!